А я хочу представить слово Ивану Анатольевичу Дронову, которую вы все знаете. Иван Анатольевич, ждем. Добрый вечер, Нина Александровна. Добрый вечер. Спасибо большое. Страшные картинки. У меня таких не будет, конечно. Мы с вами группу пополняем. Уважаемые коллеги, мой доклад обозначен следующим образом. Биомаркеры, роли, место в терапии инфекций дыхательных путей. Об этом, конечно, уже говорил Андрей Алексеевич Зайцев. Но я сделаю именно акцент на этой проблеме. Мы все с вами, наверное, привыкли к тому, что ЦРБ наш большой друг. И когда мы не знаем, назначать антибиотик или не назначать, мы привыкли, чтобы посмотреть уровень цели активного белка. Это делает большинство лабораторий, большинство учреждений. И если ЦРБ повышен, то мы склоняемся к тому, чтобы антибиотик назначить. Но пришел COVID-19 и все испортил. И на сегодняшний день действительно мы не рассматриваем так. Хотя я могу сказать, вот по опыту, мы, так сказать, в юности я работал в ревматологии в молодости. И, в общем, мы никогда ЦРБ, конечно, не рассматривали как маркер бактериальной инфекции, а просто как маркер воспаления. Посмотрите, тяжелая форма COVID-19 или тяжелая форма бактериальной пневмонии, ЦРБ повышается. А интерлекин 6 и там, и там, на самом деле, повышается. Остается два маркера. Лейкоциты крови при COVID-19, как и при других вирусных инфекциях, снижены и либо в норме. При бактериальной пневмонии, конечно, повышены. Но поскольку в лечении новой коронавирусной инфекции используются глюкокортикостероиды, то, соответственно, может возникать лейкоцитоз, связанные уже с применением этих препаратов. И действительно, из реальных маркеров, которые нам действительно реально помогают отдифференцировать, что это вирусная или бактериальная инфекция, по сути дела, из широко доступных остается только прокальцитонин. Ну вот, опять-таки, если говорить про цель реактивный белок, это вот слайд из американского руководства Пауля Марека. Как только пациентам с новой коронавирусной инфекцией начинали вводить высокие дозы глюкокортикостероидов, у них уровень цель реактивного белка резко снижался. Естественно, что если бы этот маркер был ассоциирован с бактериальной инфекцией, мы вряд ли бы это увидели. Ну и, несмотря на то, что обычно на написание метаанализов уходит месяца, а то и годы, конечно, в нынешних условиях это происходит гораздо быстрее. Вот уже в апреле прошлого года появился первый метаанализ, посвященный уровню прокальцитонина у пациентов с COVID-19. Там было всего 4 исследования, в основном взрослые пациенты, и было показано, что повышение данного биомаркера связано с пятикратным увеличением риска тяжелого COVID-19 и, соответственно, детального исхода. Но авторы на тот момент сделали вывод, что, вероятно, это связано с присоединением вторичной бактериальной инфекции. На сегодняшний день нет сомнений, что это действительно так. И поэтому на сегодняшний день в обязательном порядке прокальцитонин включен в руководство во многих странах, вы видите их на слайде, да, в том числе и в Российской Федерации, действительно, в наши различные методические рекомендации входят и на самом деле, прежде всего, я хотел бы отметить это рекомендации под редакцией профессора Зайцева Андрея Алексеевича, рекомендации Министерства обороны и Главного военно-клинического господина Бурденко, потому что там действительно впервые было четко написано, что при введении из пациентов с COVID-19 нам необходимо монетарировать как цирреактивный белок, который является маркером воспаления, так и прокальцитонин, который является маркером бактериальной инфекции. Ну, сейчас это прописано, опять-таки, и во временных методических рекомендациях Минздрава, да, и на самом деле это очень хорошо, что такой подход, позволяющий понять, нужен пациенту антибиотик или нет, и это очень правильно, потому что, конечно, совершенно недопустимая ситуация, которая сложилась, когда 90% больных с коронавирусной инфекцией получает даже на амбулаторном этапе антибиотики, да, и хорошо, что четко сформулированы показания для назначения антибактериальных препаратов. Действительно вспомнили про прокальцитонин, ну, про него, наверное, и не забывали, но так широко он не использовался. Вообще это вещество, которое открыто относительно недавно, меньше 50 лет назад, это полипептид, при расщеплении которого образуются гормоны кальцитонина и кальцин, продуцируется в щитовидной железе, в печени, в легких, и, что важно, в лейкоцитах, да, именно в них при воспалении идет этот процесс, поэтому сразу сделаю ремарку, что у пациентов с выраженной лейкопенией, даже при присоединении бактериальной инфекции, прокальцитонин может не повышаться или повышается незначительно. У здоровых людей уровень прокальцитонина в крови менее 0,1 нанограмм на миллилитр, может повышаться при опухолях, щитовидной железе и легких, обширных травмах, ожогах, оперативных вмешательствах, кардиогенном шоке, терапии моноклональными антителами, но повышается, как правило, не сильно. Что оказалось самым интересным, что этот маркер повышается при тяжелых бактериальных, грибковых инфекциях, некоторых паразитарных инвазий, в связи с чем он с 90-х годов просто прошлого столетия используется в качестве маркера сепсиса прежде всего, поскольку при сепсисе практически всегда этот показатель выше 2 нанограмм на миллилитр, при этом уровень прокальцитонина коррелирует с тяжестью сепсиса и коррелирует с прогнозом. В то же время мы должны понимать, что и при других тяжелых бактериальных инфекциях он повышается, при нетяжелых инфекциях бактериального генеза, при вирусных инфекциях, при аутоиммунных заболеваниях, если и повышается, то незначительно, что позволяет не только дифференцировать в определенной мере этиологию состояния, но и выбирать правильное направление терапии. Что еще важно? При бактериальных инфекциях, при правильной терапии, при своевременном назначении антибиотиков, которые именно нужны в данной ситуации, показатель быстро снижается. То есть этот маркер мы можем использовать как, собственно говоря, критерий эффективности терапии. Ну, достаточно часто возникает вопрос, почему проклецетанин не повышается при вирусных инфекциях, как и тот же целиактивный белок может повышаться. И вот было очень интересное экспериментальное исследование, когда культуру клеток обрабатывали интерлекином первым, но в одном случае просто интерлекин, а в другом вместе с интерфероном гамма. И что оказалось? Что там, где просто интерлекином были обработаны культуры клеток, значительное повышение проклецетанина. Очень высокие цифры. А то же количество интерлекина, но плюс гамма-интерферон, снижение уровня проклецетанина, выработки проклецетанина этими клетками почти на 90%. То есть интерфероны, которые продуцируются при вирусной инфекции, они подавляют выработку проклецетанина, что дает возможность использовать данный маркер именно как маркер бактериальных тяжелых инфекций. Ну вот я хотел бы отметить, что в начале этого года Всемирная организация здравоохранения выпустила новое издание печени основных диагностических средств, где четко написано про целиактивный белок, что это маркер воспаления при различных состояниях. По сути дела при любом воспалении, да. Но он подходит для мониторирования ответа на лечение. Если лечение правильное, будь то аутоиммунные заболевания, будь то инфекционные заболевания при правильном лечении, показатель начинает снижаться, да, но не определяет этиологию состояния. А вот проклецетанин действительно это маркер, который используется для, соответственно, управления терапией антибиотиками или вообще выявление бактериальной инфекции. И ВОЗ называет два состояния, это сепсис, инфекция нижних дыхательных путей. Хотя вот я лично бы туда смело добавил нейроинфекции. Действительно очень хорошо можно дифференцировать вирусный и бактериальный менингит с помощью данного маркера. Ну и, соответственно, да, мы можем понимать, в каких случаях повышается проклецетанин, до каких значений. Если показатель ниже 0,25-0,5 нанограмм на миллилитр, то, скорее всего, нету бактериальной инфекции, либо она не тяжелая. Если выше двух, то, скорее всего, имеет место системная бактериальная инфекция. У нас есть автоматические методы определения, они более чувствительные, но, конечно, в какой-то степени менее доступные. А есть полуколичный тест, он более доступен, но, с другой стороны, он дает градацию до 0,5, от 0,5 до 2, от 2 до 10 и выше 10. Вот четыре варианта показателя. Соответственно, очень сложно мониторировать в динамике показатель, и, соответственно, очень сложно дифференцировать, когда повышения незначительные. Ну, что в плане клинических данных? Вот, посмотрите, взрослые пациенты, достаточно большое количество. В 2017 год, когда еще не было новой коронавирусной инфекции, пациенты были госпитализированы с пневмонией, пневмония была подтверждена рентгенологически. И вы видите, что если пневмонию вызывали типичные бактерии, там, пневмокок, какие-то другие, то показатель проклецетанина в среднем был многократно выше, достоверно выше, чем при пневмонии вызванной типичными бактериями, вирусами, микобактериями или грибами, либо если идеология пневмонии не была установлена. Еще более яркая картина была получена у детей, вы видите, более 500 детей с пневмонией, да, это дети от 1 до 6 лет, тоже госпитализированы, то есть пневмония была тяжелой и была подтверждена рентгеновским исследованием. И вы видите, здесь вообще показатель при типичной, вернее, при пневмонии вызванной типичными бактериями, а в этом возрасте чаще всего пневмокок, конечно же, показатель в среднем составил 6 нанограмм на миллилитр, что обычно бывает при сепсисе, да, или тяжелой генерализованной инфекции. Если были другие возбудители, то проклецетанин либо оставался в пределах нормы, либо повышался незначительно. Ну вот еще есть, да, результаты исследования, это даже не исследования, а метаанализ, шести исследований. 77 пациентов, не так много для метаанализа, конечно, это очень мало, но это были пациенты, да, с пневмонией, вот 77 было с пневмонией бактериальной теологии, и 84 пациента с пневмонией вызваны вирусом гриппа H1N1, то есть тот самый свиной грипп, который несколько лет назад очень активно входил в наше сознание. Вы видите, уровень проклецетанина при бактериальной пневмонии был многократно выше, чем при гриппозной пневмонии. Сореактивный белок тоже был выше, но всего в два раза, да, хотя и там, и там разница была достоверна, но вы видите, что гораздо больше отличий были получены именно по уровню проклецетанина. Что важно, да, было вот это тоже метаанализ 26 исследований, когда проклецетанина использовали как маркер для статия прекращения антибактериальной терапии при острых инфекциях дыхательных путей, в основном это были, даже в большинстве подавляющем случаев, 91% инфекции нижних дыхательных путей, преимущественно пневмонии. Что было получено? Снижение количества летальных исходов, если терапия проводилась под контролем проклецетанина. Количество неэффективных случаев лечения не имело достоверных различий. Что важно, длительность антибактериальной терапии при этом в той группе пациентов, у которых проводилась терапия под контролем уровня проклецетанина, была почти в полтора раза меньше, и нежелательных побочных эффектов тоже было меньше. Ну, справедливости ради надо сказать, что продолжительность пребывания в стационаре и в отделении интенсивной терапии были одинаковыми в двух группах, достоверных различий между ними не было. Ну, и резюмируя, хочу сказать, что на самом деле вот этот маркер проклецетанина мы давно и хорошо знаем, но, наверное, только прошлый год нам дал осознание того, насколько он действительно важен при респираторных инфекциях. И, соответственно, и для пневмонии, и для обострения хронически-абструктивной болезни легких, и для тяжелого бактериального бронхита, или просто для тяжелого бронхита, обострения хронического бронхита. Если уровень проклецетанина ниже 0,25 нанограмм на миллилитр, то вероятность бактериальной инфекции низкая, если меньше 0,1, то совсем низкая. И, скорее всего, антибиотик не нужен. Но это не на 100%, конечно, если пациент с иммунодефицитом, сердечной или дыхательной недостаточностью, если он находится в отделении реанимации, то, возможно, все-таки нужна антибактериальная терапия. Если показатель повышен выше 0,25 нанограмм на миллилитр, особенно выше 0,5, что как раз указано в плане COVID-19 во временных методических рекомендациях, то нужен антибиотик. Но что важно? Нужно смотреть показатель в динамике. И если он снижается, то до определенных значений, до того же значения 0,25 или на 80-90%, если изначально были очень высокие значения, то антибактериальную терапию можно достаточно смело завершать. С другой стороны, если снижения нет, то, скорее всего, терапии неэффективно, нужно проводить ее ревизию. Коллеги, я благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. Главное – не болейте.